Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование Евангелия от Матфея на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 24 главу. Выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это, истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Христос предсказывает разрушение Иерусалимского храма. Действительно, его слова не пройдет и 40 лет, а если быть более точным, 36 лет, как будет разрушение Иерусалима. Тогда император Тит, римский, разрушит огнем этот храм. Вернее, даже он будет пытаться его потушить, для того, чтобы сохранить как некую реликвию, как некий трофей. Но, тем не менее, какие-то дела неотложные, как римского чиновника его отзывали. И поэтому ему, его, так этот храм не удастся и сохранить. Или он отступник, через почти три века, будет пытаться восстановить этот храм. С удушевлением люди примутся к его восстановлению, но несколько будет знамений, огненных шаров выйдет из земли. И строительство этого храма так и не удастся. И до сего дня мы знаем, что от этого храма остались только лишь руины. Стена плача, некоторые осколки фундамента и более ничего. Как-то однажды в такой небольшой православной кампании была встреча с раввином. И вот много о чем говорили, и был задан такой один вопрос. Что вы такое сделали, что до сих пор уже две тысячи лет у вас нет храма, где совершались очистительные жертвы? Раввин посмотрел, сказал, ну, не знаю что. Но потом какое-то мгновение остановился, так оглядел всех сидящих напротив него и сказал, я понял, к чему вы клоните. Действительно, что надо было сделать такого, чтобы лишиться единственного места поклонения, единственного места очищения Иерусалимского храма? Иерусалим, пришел к своим, известные нам слова, они его свои не приняли. Мы видим, что, читаем далее, когда же он сидел на горе Алилионской, третий стих, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончина века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. «Также услышите о военных слухах, о воинах, о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Смотрите, берегитесь, что некоторые скажут и придут, и скажут, что «Я Христос». Есть ли подобные вещи? Да. Они, как были тогда, в те времена, многие после смерти, воскресения Христа, его вознесения, выходили и заявляли о себе, что они тоже мессии, что вот они пришли избавить народ израильский от римского владычества. Все это заканчивалось, ну вот, призываю почитать Иосифа Флавия и Иудейскую войну. Все это закончилось кровопролитием, страшным горем, перед еще разрушением даже Иерусалимского храма и страшными побоями еврейского народа. Христос предупреждал и говорил, что многих прельстят. То есть, что значит прельстят? Лестью будут заманивать и говорить о том, что «Я Христос». Это и продолжается в современном мире. Например, есть такой Виссарион из Минусинска. Сергей Тороп, сержант милиции, насмотрелся в 90-е годы фильм «Евангелие от Луки». Почему протестанты снимают такие фильмы, где главную роль играет Спаситель? Но здесь ответ простой. Потому что нет апостольской преемственности и надо как-то возобновить образ Христа. Это одна из причин. И вот этот Сергей Тороп, сержант милиции города Минусинска, насмотрелся этот фильм, пришел на работу, он действительно похож на того актера. И ему его сотрудники сказали, что «Слушай, Серега, ты на него похож». Что-то с ним произошло, без его, как говорят, попутал. Он надел эти оранжевые занавески и заявил, что он Христос. Строят с 90-х годов под Минусинском так называемый город Солнца. Люди живут в бараках, поверили в него. В основном миссия была в Москве и Петербурге, ну понятно. Люди продавали свои квартиры. Я это знаю все не понаслышке. Тогда на Большой Ордынке в храме Всескорбящих Радости, в памяти Алексея Степановича Хомякова, в Центре реабилитации жертвонизационных религий, обращались сотни людей, родственников, дети, в которых мужья или жены попали в эту секту. Христос предупреждал об этом и тогда, что явятся лжехристы и лжепророки, и сегодня. Апостол Павел даже более того говорит, что из вас самих выйдут лжеапостолы. Из вашей среды. Такое было и в первые века христианства. Мы помним ересь и арианства, и нестырианства. Арий был, в общем-то, пресвитером, не историей, а вообще это был, епископ. Поэтому Христос предупреждает и говорит, смотрите, чтобы кто не прельстил вас. Восстанет народ на народ, дальше говорит о военных действиях, царство на царство, будут глады, моры, землетрясения по местам. Все это начало болезни. Здесь он предупреждает. Многие отцы церкви, даже если читать истолкование, здесь есть и пророчество в эсхатологической перспективе, то есть после разрушения Иерусалимского храма, и до, который произошел и произойдет через 36 лет после слов Спасителя. Тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. Видите, о чем предупреждает? Что в церковной среде, внутри, это говорит о внутренности, возненавидят друг друга. Кто это? Это те, кто последовал за Христом, будут предавать друг друга. Многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине, указывают причину, почему все это произойдет, «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Главный добродетель. Главный добродетель христианской жизни это любовь к Богу и любовь к ближнему. Если здесь нарушается это исповедание, то происходит трагедия человеческой жизни. Трагедия внутри церковная, где восстанет каждый, брат на брату, будут предавать. Разве мы это не видели? Видели все это. 1917 год. Обновленческая церковь. Своим либерализмом замахали, заулюлюкали флажками. Вот они. Мы должны, мы церковь, должны признавать любую власть. Патриарх Тихон в 1918 году уже пишет воззвание к этой кровожадной власти. «Что? Что вы делаете?» пишет он. Можно его почитать. «Вы обещали светлое будущее, вы обещали благоденствие и свободу, лозунги у вас красивые, а вы уже за год свои власти потопили и топите. Народ свой в крови». Все это есть. Какие хорошие уроки истории. Как важно нам сегодня в нашей церковной жизни не услышать слова, которые были произнесены еще и в Ветхом Завете, в одного из пророков, так и говорит, «зажирел Израиль». Все это от жиру. Когда нет каких-то опасностей, люди начинают заниматься посторонними вещами, забывая о главном исповедании веры — любовь к Богу и любовь к ближнему. Это главная добродетель. Любовь к Богу и любовь к ближнему. Претерпевший же, говорит в 13 стихе, до конца спасется. Терпением вашим спасайте души ваши. И проповедно будет сие Евангелие Царствия во всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Здесь говорится опять и о Иерусалиме, тогда действительно было об этих событиях, связанных со Христом, услышано во всех народах того древнего мира. И говорит о событиях разрушения Иерусалимского храма, что придет конец Иерусалимскому храму. Но также здесь есть и эсхатологическая перспектива о кончине века. О кончине века. Что должно быть проповедано Евангелие Царствия. Сегодня некоторые могут задаться вопросом, ну что, разве есть такой народ, который не слышал о Христе, хотя бы само имя Христа? Ну, пожалуй, можно сказать, может быть, уже и нет. Но хотел бы привести одну цитату из дневника святителя Николая Японского, удивительного миссионера, просвидетеля Японии, где до сих пор его знают и говорят о том, что он истории Японии и язык японский знал лучше, чем сами японцы. Так он любил этот народ. И вот он писал в своих дневниках. Должно быть проповедано Евангелие Царствия Христова даже до края земли, а теперь внимание, в православном понимании. Это очень важно подчеркнуть. Потому что есть сегодня кого только нет, кто не распространяет Евангелие. Например, такие, как Гедеоновы братья. У них вообще нет никакого богословия. Они стараются исполнить вот эту заповедь. Они берут евангельский текст, может быть, видели такие небольшие новые заветы, внизу такая там амфора, и они его распространяют. Но надо посмотреть. Проверяли. В общем-то, от синодального перевода не отличаются. Ошибок нет. Не знают те, которые смотрели, в них нет. Другие надо проверять. Все переиздается. Сегодня с этим делом очень легко переиздавать и издавать. Поэтому они думают, что если они просто распространяют, раздадут Евангелие, то они этим самым как бы приблизят конец света и приход Спасителя. Но это не так. Слова святителя Николая Японского. Должно быть проповедано Евангелие даже до края земли в православном понимании. Итак, когда вы видите мерзость запустения, ученый через пророка Даниила, стоящий на святом месте и считающий, доразумеет. Здесь опять говорит о Иерусалимском храме, о его разрушении. Когда там римляне захватят его, разрушат, не оставят, о чем мы говорили, камня на камне, а то, о чем Христос начинает говорить в 24 главе, действительно будет это в 70-м году разрушение Иерусалима и мерзость запустения. У пророка Даниила об этом, кстати, сказано в пророчество о разрушении Иерусалимского храма, 9 глава, 27 стих. Утвердят завет для многих одна седьмина, а в паладине седьмины прекратятся жертвы, приношения и на крыле святилища будет мерзость запустения и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе беременным и питающийся отцам в те дни, молитесь, чтобы не случилось бегство вашей зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. То есть Христос говорит о том, что настолько эти события произойдут быстро и мгновенно, опять же, здесь древние отцы церкви говорят и перед разрушением Иерусалимского храма, и в дальнейшем в последние, в кончины этого века, в кончине этого света. Не мешкать нужно, когда это все наступит. Почему говорят беременным? Ну вот свидетель Анатолу например пишет, если у тебя что-то есть там, что-то тебе мешает, например, ты бежишь там и решил с собой прихватить чемодан, то чемодан можно бросить и дальше ускорить бег, а беременным будет сложно в те дни. Не можно это никак разрешить эту тяжесть, потому мы знаем, что тяжело в передвижении. Почему говорят в субботу? Почему в субботу, чтобы не случилось? Здесь например, Иларий Пиктовийский указывает на то, что суббота для них, для иудеев был праздный день, когда они ничего не делали, и поэтому нас как предостерегает не быть праздными, а всегда, как говорит апостол Павел, бодрствуйте и молитесь. Почему еще в субботу? Потому что, чтобы не приткнулся кто из иудеев, потому что в субботний день разрешалось по Талмуду, по иудейскому тогда еще, с преданию старцев, разрешалось сделать не более двух тысяч шагов. Это все, больше нельзя было, человек должен идти и считать, две тысячи не дошел, ну извините, придется здесь остановиться. Поэтому говорит, что они были законниками, чтобы не случилось с вами этого, чтобы не погибли. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Знаем, что Евсевик Кисарийский, например, церковный писатель и историк, он пишет, что это услышали христиане, и они знали это пророчество и точно определили, когда это произойдет, и из христиан никто, по свидетельству Евсея Кисарийского, не погиб. Вот эта цитата, церковная история, том 3, страница 6. Христиане, оставившие Иерусалимскую церковь, в виде исполнения слов Господних, оставили город и переселились в небольшой городок, Пеллу, лежащий в горах за Иорданом, так что при разорении Иерусалима никто из них не погиб. Видите, братья и сестры, как важно вникать в Священное Писание. Если мы еще не настолько, мы еще настолько маловерны, что не верим в жизнь будущего века, давайте хотя бы поверим, чтобы спасти жизнь в этом веке, в Слово Божие, в Откровение Божие. Я говорю о маловерных. Впрочем, кто может похвастаться от себя, что Он утвержденный настолько в вере, не знаем, что будет с нами завтра. И тогда, если кто скажет нам, вот здесь Христос или там, не верьте, снова предупреждает. Он как бы, это, на самом деле, вот эта форма, которую использует Христос, это силологизм. Он возвращает одну и ту же мысль снова и снова. Говорит, что может послужить причиной? Не верьте, восстанут лжехристы, лжепророки дадут великие знамени, чудеса, чтобы привестить, если возможно, избранных. Вот я наперед сказал вам. Вот я наперед сказал вам. Христиане это услышали, иудеи нет. Страшная тогда там была резня. Страшный был, да, Тит, когда он подошел к Иерусалиму, он сначала решил взять его в осаду, и поэтому там был голодомор такой. Но потом, как я уже говорил, что когда уже там уже люди начали умирать, ему нужно было уехать, его вызвали там срочно в Рим, и он решил взять его осадой, таково было разрушение, такой был голод царил, болезни, моры, что даже, как пишут некоторые историки, было людоедство, когда даже матери там в безумии своим от голода бросались на своих детей, убивали, поедали. Страшная была картина. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте. Снова говорит о лжехристах. Ибо как молния, и вот важный признак второго пришествия Христа, как мы с вами поем на литургии эпатии грядущего со славой, судя живым мертвым, и уже царство не будет конца. Мы все ждем пришествия Христова. И сказано, как молния исходит от востока, видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. И узрит его всякое око. И узрит его всякое око. И далее, это в Евангелии от Луки, да, и узрит его всякое око. Здесь будет пришествие Сына Человеческого. И далее, 28 стих, «Ибо где будет труп, там соберутся орлы». Очень интереснейший стих. Мы помним, когда книга Бытие, мы с вами ее рассматривали, в этой книге, в 15 главе, говорится о том, что когда Авраам приносил жертвы, там собирались птицы, и он их отгонял. Но мы с вами исследовали и говорили, что более точный перевод и перевод в церковно-славянском языке говорит о том, что Авраам не отгонял, а сел рядом с этим телом, где труп, там соберутся орлы, где тело, сомма с греческого, там соберутся орлы. О чем здесь речь? Речь о том, что церковь — это тело Христова. И поэтому, где тело Христова, там соберутся все, кто был верен Христу. Как мы и почитали ранее, «Терпением вашим спасайте души ваши», и как мы видим в книге Откровения, «Будь верен даже до смерти, и дам тебе венец жизни». Где труп, то есть где Христос, где его, кто верит в его смерть, кто вносит в себе его мертвость, для кого Христос жизнь, а смерть — переобретение, те доразумеют, что здесь сказано. И отцы церкви говорят именно здесь о Христе. «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». То есть будет знамение такое, в пришествии Сына Человеческого будет знамение на небе, как об этом пишет и Григорий Богослов, и блаженный феофилакт болгарский, что это будет крест. Это будет крест, который увидят все. Крест, вот блаженный феофилакт болгарский, крест, который светлее солнца, ибо солнце помрачается и скрывается, а крест является. Он не явился бы, если бы не был гораздо светлее солнечных лучей, поэтому солнце померкнет, потому что в его свете даже солнечный свет померкнет. Но для чего же является это знамение? Для того, чтобы совершенно посрамить бесстыдство иудеев. Ибо Христос придет на сей суд, имея величайшее оправдание, крест, показывая не только раны, но и постыдную смерть. Конец статы. Итак, знаменем Господь называет крест, как победное и царское знамя. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. 30 стих. И тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силу и славою великою. И пошлет ангелов свою струбой громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы, говорит, возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускает листья, то знайте, что близко лето. То есть он говорит о том, что все признаки, которые я вам сказал, если будете вы их видеть, знайте, что близко, что близко. Лето Господне. Благоприятное. Когда Христос придет и соберет верных ему, претерпевших до конца. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно, говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Здесь опять снова-снова повторяешь, что говорится о событиях. У Бога один день, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день. Поэтому Господь здесь говорит и о событиях, которые произойдут до разрушения Иерусалимского храма. И после. Это событие не придет род сей, относится до разрушения Иерусалимского храма. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Одни же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Не надо думать, что Христос не знает ни о дне и часе. Но как толкует и говорит об этом Григорий Богослов, например, также Василий Великий, что Христос, он был Богочеловек. И по человечеству он как бы здесь уничижает себя. И говорит, по человечеству я не знаю, и вам по человечеству знать этого не надо. А по Божьему, конечно, знаю. У Христа была особая миссия, миссия искупления дела человечества через Бога человечества. Он пришел как Бог, как человек в этот мир, для того, чтобы человек вышел из этого мира богоподобным. Итак, о днем же том и часе, но как было, говорит опять о признаках, в одни ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. И как в одни ноя, перед потопом, ели, пили, женились, помните эти события. Одни описываются в книге «Бытия», 6, 7, 8 и 9 главы. 9 главой заканчивается потоп. Женились, выходили замуж до того дня, как вошел вновь в ковчег. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Внезапно судья приедет, и кое-гождо деяния обнажаться. Это надо помнить, бодрствовать и всегда быть к этому готовы. Как отцы церкви советуют и говорят так, что любое дело, которое ты делаешь, делай так, как будто делай так, как будто делаешь его на века и на тысячелетия. Но живи так, как будто завтра Христос придет и изымет душу свою. Душу твою. Тогда двое будет на поле, берется один, другой оставляется. Две милищи в жерновах, одна берется, другой оставляется. Бог отделит, будет отделение своих от козлов, от овец. Овцы будут с ним по правую сторону, те, которые были верны ему, а козлы будут по левую. И так бодрствует, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но что, но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо который час не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный, благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен раб, которого Господин его, приведя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Говорит о важной составляющей жизни православного христианина, о послушании заповеди Божьей. Если же раб, тот больше зол, скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой, и начинает бить товарищей своих, есть и пить с пьяницами, то придет Господин раба твою в день, в который он не ожидает и в час, в который не думает, и рассечет его, подвергнутый одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов. Читая эту 24-ю главу, действительно, это эсхатологическая глава. Она говорит о признаках кончения века. Но будем, братья и сестры, помнить, что личный апокалипсис для нас наступит, возможно, намного раньше. То есть, личная наша смерть, личное наше предстояние перед Богом, это так называемый личный апокалипсис, отделение души от тела, оно неизбежно. Поэтому будем снова и снова вникать в строки Священного Писания. Будем стараться не подражать тем фарисеям, которые лишь говорили, но не делали. Будем стремиться к тому, чтобы, возможно, с апостолом Павлом по дерзновению воскликнуть, но уже не я живу, но живет во мне Христос. Да поможет нам в этом всем Господь. Субтитры Субтитры